Старые ковры и одеяло, пластиковые миски и корм – это то, чего здесь хватает. А вот добрых рук нового хозяина нет. Бездомные четвероногие, рожденные на улице или брошенные хозяевами, не пытаются спрятаться от камеры. Ловят каждый взгляд и каждое слово. У брещанки Аллы Васильевны для каждого, а у нее их девять – доброе слово находится. Вместе с волонтером Татьяной они спасают бездомных животных от голода, холода, от жизни на улице. Приспособили малометражный предбанник частного дома под мини-приют. Стараются помочь, хотя помощь не помешала бы им самим. В последнее время появилась какая-то в людях жестокость. И вот сами животные, уход за животными смягчает сердце человеческое, понимаете. Человек становится добрее, когда он помогает беззащитным животным. Потому что животные – это братья наши меньшие. И они не защищены от человека. Надеюсь, что эти котята найдут дом. Я очень надеюсь, что люди откликнутся. И можете звонить мне по номеру 375-29-729-1917. И мы окажем помощь в содействии со стерилизацией этих мамам и папам этих котят. Как сказал великий Махатма Ганди, величие и моральный прогресс нации определяется тем, как эта нация относится к животным. Животные не игрушки. С ними нельзя поиграться и выбросить на улицу, как ненужный мусор. Но вот понимает это далеко не каждый. Зоозащитники и волонтеры обеспокоены. Ведь их добрых рук не хватает на тех, кто лишен крова. Однако выход уже найден. По предварительным прогнозам в городе в этом году откроется Центр помощи бездомным животным. Когда к нам обратились партнеры из Европы, с такой инициативой, чтобы на базе Бреста был создан Центр помощи бездомным животным, естественно, мы отозвались. И очень рады, что Брест был замечен на карте Белоруссии. И что с Бреста это все начинается. Потому что Брест это все-таки ворота в нашу страну. И от того, как он будет выглядеть, таково будет впечатление о нашей стране. Главная миссия нового проекта – уделить особое внимание стерилизации животных. Это станет основным направлением деятельности Брестского центра. Именно благодаря грамотной и гуманной стерилизации бездомных животных на улицах Бреста должно стать меньше. Нужно этот вопрос решать так, как это делано в Европе, как это сделается. То есть с цивилизованными методами. Не отстрелом и не отловом, а все-таки гуманным сокращением численности животных, а именно стерилизацией. И, к сожалению, все стараются, существует очень много мифов вокруг стерилизации. Вообще это правильно называется кастрация, но все предпочитают более благозночное слово. Какое-то присутствует стеснение. Всегда говорится о том, что, допустим, кошечка должна родить первый раз. А это все приводит к необоснованному увеличению количества бездомных животных, потому что рук на всех практически не хватает. Неотъемлемой составляющей деятельности центра Лиссабона будет информационная работа с горожанами, а именно создание моды на стерилизацию питомцев. Ведь если каждый брещанин внесет свой посильный вклад в общее дело, проблемный вопрос может решиться. Ну или хотя бы стать не таким проблемным. Продолжение следует...